Хорошо. И на этой неделе, получается, вчера был шавот. Я не работал, кто-то работал. Ну, в Израиле все отдыхали. У них... У меня в городах. Ну, вы же не в Израиле. Я говорю, в Израиле все отдыхали. Вот. И все там отдыхали. Ну, почти все. Да, там был выходной в четверг, пятница или суббота. Сегодня у них, видите, три дня выходных. Вот. Вот. Поэтому... Итак, шавот праздник дарования Торы. Вообще непонятно, как он там отмечается. Я сколько читаю Писание, я не могу разобраться. Кто-то пишет, что он всегда должен выпадать на воскресенье, потому что 50-й день и считается после шабата. А кто-то говорит, что он считается 14-го Песох, 15-го, 16-го начинает считаться. И он не всегда выпадает на воскресенье. И вот в самом Писании там непонятно написано, его до сих пор ломают копья, когда же этот праздник отмечать. Ну, мы отмечаем, как там в Израиле постановили, но кто-то постанавливает по-другому. Вот. И поэтому, на самом деле, я как-то прошлый раз или когда-то, я помню, тоже эту тему подымал, я там читал эти местописания. Там непонятно все-таки, как написано. Ну, в общем, он был вчера, мы его отмечаем сегодня. Кто-то его будет отмечать завтра, а кто-то его четвертого, да, получается? Четвертого? Да. По луне надо отмечать. По луне отмечать, да. Ну, вообще там, да, в общем, как-то надо отмечать. В общем, мы отмечаем вчера и сегодня. Кто не отметил вчера, мы имеем возможность сегодня давать за местописание. И праздник седмиц совершать. Праздник начатка в жатве пшеницы, праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой предлецом владыки Господа Бога Израилева. И так, шавот является одним из праздников регалим. То есть, когда весь мужской пол должен был приходить в Израиль. Я всегда, вот знаете, для меня всегда остается загадкой, когда не было транспорта, ну, такого, как сейчас там, электричек, машин. То есть, со всех областей нужно было прийти на Песах. То есть, отметить Песах. Потом прийти домой. И на 50-й день снова прийти. То есть, если ты жил, ну, ладно, ты там жил, ну, возле Иерусалима, там, день пути, два пути. Помните, Ешова, когда шел, они там три дня шли туда, потом три дня назад. И вот я тоже думаю, а с эти две недели идти. То есть, ты пришел, развернулся, а... Нету таких расходов, что ты применешь в Израиль? Да. Не Владивосток. Ну, все равно. Ну, пешком уже большинство ходили. То есть, ну, потом ты развернулся, пришел. А, и смотрите, тут праздник, вот на Песах мы читаем, что вся семья приходила. Я всегда думал, кто оставался с хозами, с овцами, с хозяйством. Дедушки, бабушки, как обычно. Рабы. Может, рабы оставались. Ну, а если нету рабов. Вот. Ну, вот интересная такая вот. Ну, просто, с одной стороны, все мужчины собирались. Ну, смотришь, мужчины тянули за собой детей, семей. И Ешавот, это, кстати, он является семейным праздником. Вот там, считайте от первого дня. И смотрите, этот праздник связан с чем? Три праздника, Песах, Шавот и Суккот, с чем связано? С урожаем, да. То есть, праздник Седмиц, это был ячмень, кажется, да? Да. Да, ячмень, Амер. На жатву уже, то есть, на сегодня, ну, пшеница, то есть. Я не могу понять, что в Израиле уже пшеница выросла? Да. Да? Там считается писать пшеница. На пшенице были ячмень, а на... Как быстро все равно? Так, к декабрю, может, еще один урожай созреть, получается, да? Так быстро. Вот. Помидорец убирает два урожая, картошка три. Картошка три. Надо Израиль переименовать Беларусь, потому что три раза картошку собирать. Как так? Но Беларусь больше всех в мире выращивает картошку. Ну, Израиль просто мало садик. Картошку, наверное, не сильно любят, да. И вот, три раза в год, то есть, это было связано, три праздника, в первую очередь. То есть, вот интересно, Сергей про благословение говорил. Смотрите, три праздника господних, но связаны с чем? С собиранием урожая. Пшеница, ячмень, пшеница и остальные плоды в конце года на суккоту. И все мужчины, они представали перед лицом владыки Бога Израиля. Мы так понимаем, что не только мужчины, но туда шли и многие другие. А тут есть ли это местописание? Покажите еще. Да, вот. Семь седмиц, считай себе, начинай считать с того времени, как появится серп на жатве. То есть, ну, вот в этих местописаниях не написано, когда. То есть, начали считать с этих пор, или с дня Песоха, или, а там еще есть местописание, отсчитывать себе, начиная после праздника. Песох это, или это Шаббат. Вот, и то есть, ну, вот, интересно, вот эта дата, которая не совсем всегда понятна. И дальше, что мы видим? И веселись перед Господом Богом твоим. Ты, сын твой, дочь твоя, раб твой, левит, который в жилищах, пришелец, сирота, вдова, которая среди тебя, на месте, которое сберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, соблюдая, исполняя постановления этих. То есть, мы видим, что это семейный праздник. И вот мы смотрели, да, одна из общин, вот они показали видео небольшое вчера, вчера, да, они даже не, в четверг вечером. И вот они там, вся община, как у нас на Песох, поставили столы и кушают. Семейный праздник, собралась община. Может, мы так как-нибудь попробуем, там, что там накупить, сметаны, молока побольше, блинов тещина печет, вот и поэтому, штук 200-500, да, вот, и праздновать. Вот, то есть, это праздник семейный, по сути, получается, да, и написано, что в этот день, день урожая, мы должны радоваться. Мы должны радоваться. Вот хорошо, в Израиле почти все праздники, большинство из них, это праздники радости, да, веселись перед Господом Богом, и ты, и дочь, и даже рабы, и пришельцы. То есть, все должны были веселиться. И поэтому, шавот, это семейный праздник. Итак, название этого праздника. Название этого праздника, хак-шавот, праздник недель, он так и называется, да. Еще есть название, хак-ха-цир, праздник жатвы, на самом деле, да, когда, Йома-Гикурим, день первых кладов, ну, совсем, как бы, не совсем первые эти, но если брать пшеницу, то это первое. А цель шей-песах, последнее время Пасхи, на самом деле, этот праздник считается праздником весенним, но иногда он попадает на лето, это четыре весенних праздника. То есть, это он входит вот в канву весенних праздников, которые начинаются с праздника Песах. То есть, четвертый праздник, и последнее время Пасхи, Песах, праздник Масы, и праздник первых кладов. И четвертый, это Песах. Зман Матан Тара, время дарования Торы, время дарования закона. Еще называется Пятидесятница, еще называется Троица, то есть, это современное название, но Пятидесятница и Троица, как бы, их нету в Писании, все остальное тоже встречается. Так, и мужчины приходили на Песах, то есть, совершали там паломничество, то есть, нашел вот, и приносили первые плоды пшеницы. И этот праздник, он необычен тем, что приносилось два пшеничных хлеба с закваской. То есть, это единственное, наверное, одно из единственных мест Писаний, где приносится Богу закваска. И священник потрясал эти хлеба перед Господом Богом, и приносили хлеба с закваской. Два хлеба возношения. И тут очень большой символизм, и очень часто это говорится о материальном и духовном. Вот, столы, приложения, предложения. Двенадцать, ну вообще, мы знаем, открою-то, тут вот в этом празднике тоже много символизма. И цифра три встречается, и цифра двенадцать встречается. Мы знаем, что у храма, да, перед святым святой, был что находился? Жертвенник, на котором приносили жертвы. Минора, семисвечник, на которой горели свечи, да, круглые сутки. И двенадцать хлебов, предложения по количеству колен Израиля. У Ишуа также было двенадцать учеников, да, двенадцать Талмидим. Вот, мы знаем, что Новый Иерусалим, там также будет двенадцать ворот, и так далее. Вот, и вот эти хлеба по преданию, они всегда были свежи. Насколько, ну, мы не можем это сейчас проверить, да, может, когда мы в следующих храмах как-то проверим. Ну, вот такое вот есть предание, что они были свежи, а Бог всегда являл чудо. Но на самом деле эти хлеба там постоянно поедались, да, и священники приносили новое, поэтому, может быть, он, да, действительно не успевал зачерстить, его съедали. Ну, и хлеб тоже самое связан с Ишуа, да, Ишуа назван словом Божиим, назван первенцем, первым плодом и так далее. И вот эти пшеничные хлебы, это, да, это были первые плоды вот этой сжатой пшеницы. Давай следующее. Хорошо, так пусть будет. Мы знаем, что этот день считается днем также дарования Торы. И я считаю, что, будьте здоровы, и я считаю, что это правильно, почему? Потому что, смотрите, Бог все делает интересно в празднике. На Песах был исход из Египта и приносился ягненок. И через сколько-то там сотен лет, да, ровно на Песах был принесен Ишуа в жертву. И поэтому, когда говорят, что нету точной даты, когда дана Тора, я почему-то считаю, что как раз она вписывается в дату Шавота. Почему? Потому что через опять-таки сколько-то там столетий Бог даровал Дух Святой тоже именно на этот праздник. То есть у Бога нету случайностей. Но написано, что сыны Израилева в 3-7 месяц вышли к горе Синаю, да, и Бог там даровал Тору. Откроем местописание. Ну вот Завет, и, кстати, Завет был заключен тоже, Новый Завет когда был заключен? Тоже на праздник, на Песах, да, и Шоу, говорит, вот мой Завет. Ну вот Завет, который заключу с Домом Израиля, он после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже более не вспоминал более. Итак, очень много мы всегда говорили о Торе, о значимости Торе, для чего она нужна, и так далее. И на самом деле, ну как бы ничего не поменялось, только с Новым Заветом Бог вот эту Тору, которую он написал на каменных скрижалях, да, он ее влаживает в внутренность человека. А для чего дана Тора? Смотрите, когда выходит народ, что ему надо, что нужно делать с этим народом? Чтобы не было анархии, чтобы управлять как-то народом, с любым. Что им нужно? Закон им нужно, да, то есть правила какие-то устанавливают. В любой стране есть правила, какой бы ни был режим, да, любой режим, там есть свои законы. Их устанавливает кто? Кто устанавливает законы в стране? Законодательство, да, то есть определенный орган, который законодательный, да, и власть там делится на три ветви, да, исполнительная, законодательная и... И какая еще? Еще какая-то, забыл. А? Нет, исполнительная, законодательная, ладно. Судебная, да. И вот очень... Они должны, эти три ветви власти, быть независимыми, но исполнять свои функции. И вот то же самое, я всегда сравниваю Тору, как с правилами ПДД, да. Вот хочешь их нарушать, то тогда тебе будет, ну, авария, да. Если ты не будешь их нарушать, если ты будешь исполнять, ты будешь иметь жизнь и благословение. То же самое и с Торой. Опять-таки, то есть она дана была для того, чтобы народ Израиля мог жить и иметь благословение. Но смотрите, Тора дана была после чего? То есть какие условия должен был выполнить Израиль, чтобы была дана Тора? Быть в завете. Да, быть в завете. То есть, да, вначале нужно было быть в завете, заключить завет, а потом Бог дает, что входит в этот завет, определенное правило. И вот эти правила Бог дал своему народу. И еще говорит, что ни одна даже маленькая черточка, покуда небо и земля прибывают, они не поменяются. И Бог говорит, что новый завет, он будет чуть другим. И мы видим, что, конечно же, после дарования Тора, Израиль, он хоть и сказал, мы исполним, выполним, но не совсем у них получилось исполнить. Иеремия, кажется, говорит, что вы не смогли исполнить. Бог через него говорит, да, хотя я оставался в завете с вами. Мы знаем, что Израиль не совсем сумел, как этот анекдот, но не ж могла я, да. Вот, так получилось, к сожалению. И Бог говорил, что хорошо, не получилось так, я сделаю по-другому. Вот, как вы думаете, благодать была, дарованного во время дарования Тора? Конечно. Ну, всегда была, кстати. Почему-то люди говорят, что в ветхом завете благодати не было, а в новом она появилась. Она всегда была, но вот почему в Иоанна, кажется, иншуа или где-то, говорит, или шауль, и была дана благодать на благодать. Благодать была. Но Бог говорит, что я вам, когда новый завет, я вам дам благодать на благодать. И мы читаем то же самое, когда мы начинаем радостную весть от Матфея, там написано, что родители Иоанна Погружающего, они были праведны перед Богом. Но они где жили? Они жили в Танахе, да, то есть в так называемом ветхом завете, они были праведны. То есть можно было исполнять Тору и быть праведным. Но Бог говорит, что вот я чуть-чуть изменю, и вот эту Тору, которую не смогли отцы исполнить, написанную я помещаю внутрь. И на сердцах их напишу ее. И вот Бог, когда Он даровал Дух Святой, Он дал силу вот эти заповеди исполнять, чтобы они были исполнены. То есть благодать пришла на благодать. Тора это уже является благодатью. Но в Новом Завете, когда Бог дает Дух Святой Рух, Он эту благодать как бы дает нам внутреннюю силу исполнить вот эти заповеди Торы. Опять-таки в контексте уже то, как их поменял Иешуа, тем более многие заповеди никто не может исполнить, нету храма и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно же, не все те заповеди, которые написаны, исполнимы и евреями, и не все те заповеди, которые написаны, они для евреев. Просто иногда верующие, когда начинают говорить про Тору, они думают, что я должен ее все исполнять. Ну, надо смотреть контекст. Там не все могли исполнять евреи, потому что были заповеди для женщин, для царей, для священников, для тех, кто болен определенными болезнями и так далее и тому подобное. То есть всегда надо смотреть контекст. Но опять-таки эти заповеди, они остаются святыми и для тех людей, для которых они написаны, для тех, они применимы к исполнению. Но, например, сейчас нету храма, мы разбирали главу с Назареем, нельзя исполнить Назарейство, потому что ты должен был прийти в храм. Ты должен был, ты давал обет Богу, ты приходил в храм и приносил определенные жертвы. И поэтому сейчас Назарейство никто не может исполнить. Вот, и человек может давать обет, да, как вот некоторые монахи там делают, но это не то Назарейство, которое описано все-таки в Писании, вот если его брать конкретно. Но опять-таки любой человек может обещать что-то Богу и стараться исполнить. Меня всегда смущает другой вопрос, что вот эта вот заповедь, она не совсем же исполнена даже сейчас. Как вы думаете, почему? Вот это. Мы живем в Новом Завете, но у нас есть учителя. А насталит время, когда уже никто не будет учить друг друга. А мы сейчас учим. Но все-таки она исполнилась, но я считаю, не до конца. То есть смотрите, уже никто не будет учить друг друга. Не надо говорить, познайте Господу. Каждый будет, все сами будут знать меня, от малого до большого. А сейчас вроде бы и Бог простил грехи, но у нас есть служение учителей, есть служение универистов, пророков, пасторов. Но я думаю, настанет время. То есть вроде бы, то есть она часть исполнилась, но часть, я так понимаю, остается, потому что мы учим друг друга. Но так получается. Значит, еще не все исполнилось. Вот когда мы перестанем учить, то есть каждый будет знать, да. Но я так понимаю, может как-то по-другому, но так написано, да. И вот Бог издвинул эту благодать, чтобы человеку уже не надо, ну не то что ходить в священнику, но я понимаю, что когда Дух Святой, Он сам нам говорит, когда мы согрешаем. То есть, ну, обычно совесть говорит, но совесть не всегда все понимает, да. Но вот Бог говорит, когда я помещаю Новый Завет внутрь, то тогда сам Бог Духом Святым, да, Он начинает говорить, вот ты здесь не прав, ты тут не прав, ты здесь неправильно сделал и так далее. Ну, наверное, это вот так вот должно выглядеть. Вот. И поэтому Шауль написал, что верою мы утверждаем закон. И смотрите, закон дает кто-то, то есть мы не можем сами поменять закон. Бог дает закон, Он законодатель. И Он его поменяет, как Он хочет. Вот Он дал новый закон, да. Может, когда мы там попадем на небеса, там еще какой-нибудь будет закон. Но сейчас существует новый договор, да. И, опять-таки, ни один человек не может его менять. Ну, мы меняем, как хотим. Вот серьезно. Даже троицу мы отмечаем по-разному, да. Хотя Бог сказал даты и Песох и так далее и тому подобное. Вот маленький пример, да. И масса-масса примеров, когда все-таки... И Шауль говорит, что верою мы утверждаем вот этот закон, который написан в наших сердцах. И Бог своим духом, да, Он учит нас. Он учит нас. Иоанна 16, 13. Открою. Когда же придет Он, Дух истинный, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвести вам. То есть Он наставит нас на всякую истину. Но не всегда... Не только нас Дух Святой наставляет, да. Очень часто мы наставляем кто? Друг друга, да. И это тоже правильно. И сейчас мы знаем, что это время, когда однажды на Шаулот, то есть после того, как Ешуа ушел на 50-й день, сошел в Руах Акодыш, Дух Святой, и он сейчас тоже пророчески исполняется. Наступил праздник Шаулот, все верующие собрались в одном месте, внезапно раздался шум с неба, похоже на шум сильного ветра, наполнил издор, в котором они находились. И смотрите, почему еще все-таки это показывает о том, что Тора была дана именно на праздник Шаулот, потому что на праздник Шаулот, то есть когда была дана Тора, что мы читаем? Подошел Израиль к горе, гора вся дымилась, там все, когда шарахнул этот гром, да, весь народ сказал, Моша, иди ты. Я не знаю, кто бы из нас пошел, вот люди обычно есть там верующие очень смелые, но мне кажется, если бы мы предстали сейчас, думаю, никто бы там, не сильно мы отважились бы тоже туда подниматься, потому что там на самом деле было страшно. Я еще раз повторяю, когда приходит Бог, иногда это очень, встреча с Богом, это очень, ну, страшная вещь, да, то есть в плане, не то, что там, а это действительно ты понимаешь, что ты, как там, мы вот эту главу на Торе разбирали, и там, вот народы перед Ним, как ничто, как капля в море считается, да, и это реально, да, я помню, мы были, я привозил этот пример, мы были на ночной молитве, и вот на меня такое присутствие опустилось Божие, я стоял на коленях, это был третий этаж, и мне хотелось, ну, то есть настолько вот меня придавило присутствием, и вот я ощутил Бога, что я хотел вообще спуститься на первый этаж, чтобы там поближе к земле, я думал, что вот меня сейчас придавит, и я просто пролечу до первого этажа, ну, и мы читаем, что когда даже люди видели ангелов, они что делали? Падали низ, да, и там, то я думаю, что когда приходит Бог, да, это вообще, ну, очень сильно. И когда было даровано Тора, то там, помните, ну, есть из Писания, есть медраж, когда они сказали, народ говорит, Моша, иди ты, написано, что они три раза умерли, два раза умирали, Бог их воскрешал, они потом сказали, если третий раз мы умрем, то мы уже, Бог нас не воскресит, и Моша, иди ты. То есть на самом деле это было что-то, ну, страшное на самом деле, да, гром, голоса, звуки шафара, и то есть это действительно что-то было впечатляющее. И то же самое происходит на празднике Шавот, только, ну, в такой миниатюре. Шум, сильный ветер, и потом сходят огни, да. Затем они увидели нечто похожее на языки пламени, которые разделили, сошли на каждого, все они наполнились в его крокодыш, начали говорить на разных языках, как давал им дух. И когда была гора, когда ровно Тора, тоже там были громы, голоса и так далее. В Ярушиламе же находились религиозные евреи, всех народов земли, когда они услышали этот звук. Собралось много людей, все были в недоумении, так как каждый из них слышал, как верующие говорили на его родном языке. Чрезвычайно удивленно они спрашивали, как же так, разве все эти люди, которые говорят не из Горилеи, почему же, то есть они не могли знать их языки, да, почему же мы слышим, как они говорят о наших родных языках, мы парфяне и так далее. Изумленные задачи, но они не переставали спрашивать друг друга, что все это значит. И в данном контексте, да, мы видим, что есть, вот почему даже про Тору, да, я говорю, что надо смотреть на контекст, есть такое крещение Духом Святым, равно говорение на иных языках, не равняется говорение на иных языках, никак я не нахожу в Писании, но вот есть традиция, опять-таки, есть традиция, и даже тут в контексте, да, они слышат иностранные языки, то есть люди, которые из Галилеи, они не знали вот эти медианские, месопотамские, гуды, да, они начали говорить просто на их языках, и что они говорили, то есть по сути, и это написано в Галиле, когда сойдет, написано, Бог излит Дух, да, Святой, то будут пророчествовать, будут не со сны написаны, будут пророчествовать. И вот тут я вижу конкретно это пророчество, что они делают? Они говорят пророчества на родных языках, чтобы эти люди поняли, говорят обо всех великих делах, сотворенных Богом. И после этого мы там видим, что выступают кефы, и три тысячи человек, они принимают Ишуа своим ашехом, да, происходит шува. Вот. И вот для этого, мне кажется, главное, для чего Бог дает нам дары Духа Святого, да, написано, что, кстати, там из даров, говорение на иных языках, восьмое, или предпоследнее, из тех, которые есть первое, там, слово мудрости и так далее. Вот. Поэтому нельзя сказать, что поставили знак равенства, ну, никак, потому что их там много, они разные. А самый крутой дар Духа Святого, это какой? Любовь. Да. Написано, помните, в Коринфинах, он перечисляет, и потом говорит, о чем? О самом лучшем. И единственном, он говорит, если я даже говорю всеми языками, но любви не имею, то что я? Нолик. Если я имею веру, что могу все делать, но если я не имею любви, и вот главный, считаю, дар, это любовь. Вот проверить, есть ли у нас Дух Святой, вот если у нас нет любви, то тогда вопрос, что? Что я имею? Да. Любовь должна быть. Любовь. Потому, знаю, что вы мои ученики, если у вас будет что? Любовь. Друг ко другу. Это я подвозил как-то верующих. Не буду говорить, с какой конфессией, такси, воскресенье. Я говорю, слушайте, ну надо же как-то встречаться. Она говорит, а зачем вы нам надо? Я говорю, ну как, вот любовь же написана друг к другу как-то. Ну я так обломался, такое, такое, зачем вы нам надо? Я думаю, ну да. У нас тут свое, у нас своя тусовка, у вас своя. Вот и тусуйтесь. У них правда, у нас любого, справда, то есть, зачем вы нам нужны? Сравда все друшила. Ну, нет, тут не хочу судить. Ну, просто понимаете, написано, что у нас должна быть любовь, то есть, мы должны принимать всех, и православных, и католиков, и так далее. Ну, у меня вопросы к свидетелям Иеговы, все-таки, я так, у меня вопросы есть. Ну, тем более, они как-то, ну, не совсем они наши, вот так сказать. Ну, вот, и поэтому, я считаю, что главное, это, вот если у нас есть любовь, а если любви не имеют, то, как-то так. Вот. И, мы видим, что пророчество, идет пророчество, и люди начинают, что делать? Каяться, да, они начинают, покаяния. Вот. И, конечно же, как говорил Шауль, что тот же самый дух, который воскресил Иешуа, он воскресит однажды и нас. Воскресит однажды и нас, потому что он воскресил Иешуа. Не так в историческом плане, только, пожалуйста, Песок, это был, был день рождения Израиля. Это был день рождения Израиля, потому, потому что выходит народ. Вот. И я уже повторюсь, что делать с народом, чтобы их правильно, они могли функционировать, как нация. Бог дает Тору. И это происходит на праздник Шаулок. И на праздник Шаулок еще происходят два события, да, потом, после дарования Торы, да, через столетие происходит излияние Роха-Кодыш, и появляется церковь, да, появляется церковь, то есть, к этому добавляются еще другие народы. День рождения церкви, но считается и на Песок, и на Шаулок, больше всего считается именно на Шаулок. Вот. День рождения мессианской общины. Вот. В принципе, я с этим тоже согласен, слава Богу. Но в этот день читается еще одна очень знаменательная книга. Свитер Эстер. Ой, Свитер Круф. Мигелат Руд. Открой, пожалуйста. И чем знаменательна Руф? что Руф, она вошла не только в общество Израиля, хотя она была мавитянкой. И была еврейкой. Она не была еврейкой. Мало того, что она была не только не еврейкой, она была мавитянкой. А Бог сказал мавитянинам, что даже сотое поколение не войдет в храм. Она мало того, что вошла, она еще стала прапрапрабабушкой не, Давида она там прабабушкой, прапрапрабабушкой Машеха. Вот. То есть, представляете? И это чем знаменательно, почему я сказала про день рождения церкви, да, потому что в принципе церковь должна делать как Руф. Руф что сказала? Руф сказала твой народ будет моим народом и твой Бог моим Богом. И Новый Завет это очень четко подтверждает. То есть, смотрите, это не Ваос вошел к Руфе, а Руф вошла к Ваозу. То есть, это не Израиль должен становиться церковью, но церковь, она должна стать частью Израиля. Это в Ефесянах 2 главе мы не раз разбирали, и там написано, да, что вы некогда далеко стали через кровь и шоу, близки к обществу Израиля. И Руф вот именно вот и там вот и нужно двигаться. Вначале народ, потом Бог. Вот Руф сделала правильный порядок. Но опять-таки тут выбор остается... Ну да, но она не могла познать Бога, минуя народ Израиля. Вот. Но в принципе даже в любой общине, если ты не служишь людям, то вопрос, какого Бога ты веришь, если ты не... любовь к Богу равно в принципе служение человеку, да. Ты поставлен, ты тебе даны дары, чтобы ты мог проявить их служение людям. Служа людям, я служу Богу. И вот дни Амера, это же 50-й день Амера, да, получается, дни Амера считается временем принятия решений. То есть от человека зависит выбор. Как я буду жить, что мне выбрать, как я должен служить и так далее. И поэтому... мы должны делать выбор. Ну и на Песах, ой, на Шавод обычно кушают какие продукты? Молочные. Почему? Почему молочные? Ну, шармиться. Слово. Как видите, шармасит. Израиль назван землей, где течет молоко и мед. И поэтому есть такое, что есть молочное. Мед, молоко, но есть еще не только молочное. Вы правильно сказали. Еще едят пелемени в Крейплах. еврейские... И жареное мясо. И жареное мясо. Вот. Поэтому... То есть очень хорошее. Да. Ну, мы сегодня мясо не приготовим. Домой можете приехать сегодня приготовить мясо. Сначала молочки мясо с молоком. Ну... И можете позвать друзей. Одному не надо есть мясо. Не полезно будет. Можно... Вот. Ну и... Вот на этот праздник назван еще в традиции, да, троицей. Опять-таки, троица не упоминается в в Писании, но есть три... Число три, оно встречается. Вот я взял трактат Шаббат, и тут написано про число три. Благословен Господь, давший тройственный завет свой. Какой тройственный? Три раздела Писания, да, Тора Невим Туим, тройственному народу, Коэны левитой израильтянам. Через третьего своей семье Моша был третьим. В третий день третьего месяца, это Сиван, да, на третий месяц, в третий месяц был дарован Тора Шавот. И Шавот один из трех основных паломнических праздников Израиля. Вот, видите, я поэтому сказал, в этом празднике много интересных чисел. Двенадцать, три и так далее. И последнее, наверное, откройте что-то. Ну, это про, как говорится, дарование Тора. Ну, давайте дальше. Ну, еще немного о Торе. И почему я сказал, что вначале нужно, чтобы Бог заключил завет. Вы знаете, нельзя прийти к Богу, потому что это так интересно. Ну, хотя есть люди, которые ради интереса начинают познавать Творца, но всегда к Богу приходят через заключение с Ним завета. У нас там получается даже два, да, наверное. Вначале мы совершаем шуву покаяния, а потом еще подтверждаем через водное погружение, через Твилу, да. То есть несколько стадий завета мы проходим, и я знаю, ну, не знаю, как вы, но на протяжении всей жизни мы иногда обновляем наши заветы с Господом, да, как бы, когда мы согрешаем или еще что-то, мы просим прощения, то есть такое обновление идет. Вот, и должен каждый понимать, для чего все-таки мне нужен Бог, да. То есть этот завет это не просто, что Бог это как еще, ну, будет благословение, вот, еще что-то, как я многим вижу. Много людей ходит с красной ниточкой, все равно, сейчас лето пришло, все оголились, вот красная ниточка, то есть я живу своей жизнью, но красная ниточка на всякий случай оберег, да, чтобы вот мне было хорошо. И вот люди у нас в большинстве случаев, они не то, что служат Богу, а вот Бог нужен на и я тоже сталкивался, вот иногда задаешь вопросы, там, когда человека подвозишь, а вы верите в Бога? Ну, не совсем верен, но вот как-то в том анекдоте, да, как помните про Вовочку, который, про Изя, который говорит, если Бог, Бог есть, помните, классно сказал, давайте будем кричать, что Бога нет, он молчал, а почему ты не кричишь? Ну, если его нету, то зачем кричать, если он есть, зачем портить отношения, да, вот так многие люди, кстати, живут, то есть вроде бы он, ну, то ли есть, то ли нету, я не знаю, но на всякий случай, вот я, да, на определенные праздники я приду и почту его там. Кстати, у нас вчера был там, я смотрел в новостях опрос у белорусов по поводу, какие праздники вы больше всего почитаете. На первом месте знаете какой? Пасха. Не, Новый год на третьем, кстати. Пасха, нет, Пасха, Троица на третьем радунице, четвертое Рождество было, вот. Ну, вот такие, то есть, опять-таки, знаете, это так, вот галочку поставлю, Бог, ты же смотри, я вот тут пришел, но на самом деле Бог не хочет таких отношений, да, заключая с нами договор, Бог хочет, чтобы все-таки наши сердца были отданы Ему. Вот, и поэтому прежде, чем Бог даровал свое слово, Он заключил завет. И вот это слово, оно на самом деле сладостно, да. И вот, Сергей тоже сегодня говорил про благословение, и не просто очень много это связано с Торой. Мы Тору каждую неделю читаем, не только Тору, но все Писание. И вот Торо связано с Слово Божие, оно как это? Иногда, вот смотрите, как описывают, да, интересно, съешь свиток. И сказал мне Сын Человеческий, съешь ты перед тобой, съешь этот свиток, и иди, говори, Дову Израилеву. Бог этот свиток поместил внутрь нас, да. Вот интересно тут Бог так говорит, да, то есть, когда мы читаем, мы как бы питаемся. И Шел говорит, да, Отче наш хлеб насущный каждый день. Мы должны питаться. Вот эти два местописания тоже интересно. Бог говорит, вот ты его должен съесть, вкусить. И помните, Петр говорит, как младенца возлюбите словесное молоко, как молда, то есть, мы его как вкушаем, когда мы читаем, мы его вкушаем. Мне понравилось свидетельство Сергея, дочки, племянницы моей. И она вот, они там сейчас работают со студентами, и она вот интересно привела вещь. Она говорит, ну они там как, они, у них служение, они, она учится в международном институте, там очень много иностранцев. И изучение у нее вообще на английском. И вот у них есть служение вот этим иностранцам, и они говорят, мы зовем всех индусов, мусульман. Я говорю, что вы с ними делаете? Библию разбираю, представляете? И говорит, мы читаем отрывок, но у них там есть специальная методика. И она говорит, я так Бога стала понимать, когда вот стала читать. Она говорит, ну я хожу в церковь, я слышу учение, но вот это, говорит, учение, это же комментарий. А когда я сама стала читать, она говорит, я по-другому вообще поняла, начала понимать Писание. Когда я стала кушать, да, то есть сам человек, когда стал кушать и попытался еще этим иностранцам донести, ну в принципе все равно, когда стал, знаете, не просто читать, вот когда, что я могу с этого еще рассказать, поделиться. Съешь свиток и иди, говори, Дома Израиля. Тогда я открыл густа, он дал мне свиток, напитай чрево твое, наполни внутренность этим свитком, который даю тебе. И я съел, это было в густах мой сладко, как мёд. Интересно, да? Вот я напитал внутренности, потом я уже открыл рот, когда я покушал слово. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь и она будет горька во швеле твоем, но в устах твоих будет сладка, как мёд. И Слово Божие, оно не всегда сладкое, да? Когда мы его читаем особенно, мы понимаем, что мы не совсем, ну, такие правильные, что мы не совсем правильно живем. И вот иногда оно горько, горечь приносит, но все равно оно приносит благодать, потому что показывает, как мы должны жить. И съесть, глагол, ле-холь, кушать, и он конкретно означает впитать в себя то, что съел и сделать с этим одним целым. Вот интересно, впитать то, что съел и сделать с этим одним целым. Можно ли впитать, да, в себя Слово Бога? Можно, да? И это не просто, конечно, тут включается наша вера, наше размышление, благодать Божья, да, которая помогает нам это все сделать. И вот интересно, да, Бог говорит, я вам помещу это внутрь, внутрь Слова, и вот мы им питаемся, подкрепляем. То есть очень интересные такие параллели. И последнее место Писания, предпоследнее, да, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца и в мыслях их напишу и греховых и беззаконних не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них, да, и нам через еще Бог простил, но мы не должны жертвы переносить, да, но Бог говорит, что я вот эти законы туру свою я попвестил в сердцах, в мыслях, и, конечно же, когда мы их читаем, да, это все у нас обновляется, это становится живым, когда мы в этом разбираемся. Итак, братья, имея зерзновение входить в освятилище посредством крови Ишуа, Мессии, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плод свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да, приступаясь к искренним сердцам, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистой будем держаться исповеданию по Ване неуклонно ибо верим обещавшим. И мы сегодня хотим сейчас тоже пройти эту завесу через кровь Ишуа, благодаря его крови мы будем делать причастие, вечерю, или это называется кедуш совершать, да, поэтому сейчас мы это будем делать, и прежде чем это делать я закончу и Шавлот заканчивается чем? Он заканчивается по этой картинке летом Господним благоприятным, летом Господним благоприятным. Ишуа так и сказал, он говорит, после того, что я сделаю, мы живем летом, духовно мы живем в сезоне лета, духовно мы живем, сейчас сезон лето, да, лето Господне благоприятное для всех, кто захочет вкусить Его благодать, а потом настанет осень и настанет суд, а до сих пор мы живем в лете Господнем благоприятным, и у нас в принципе сейчас идет день, день постоянный как Шавлот, да, то есть лето Господнее благоприятно, после Шавлота, после весны наступает лето, и вот еще на этом предложении он закончил, лето Господне благоприятное, оно сейчас у нас идет, мы продолжаем в нем жить, но лето закончится и настанет осень, а осенью придет Машеев, придет суд, да, поэтому вот важно в это время освящаться, питаться словом, и дарить эту любовь, которую Господь даровал каждому из нас, любовь, которая больше всего, да, написана, которую тяжело познать, которая не имеет границ, но мы в этой любви живем и должны ее нести другим, чтобы для них это было тоже лето Господне благоприятно, момент.